Так, сегодня посмотрим на две ритеевские винтовки, если быть точнее, это по сути одна и та же, но на сайте вы обнаружите целых 4 вида их, отличаться они будут калибром, то есть это у нас 2,5,5, также будут точно такие же абсолютно, но 6,35, разумеется, все отличие будет только в стволе. Далее еще важно отметить юридическую сторону вопроса, данные изделия не являются оружием, то есть они удушены до 3 джоулей, а потому свободно продаются на территории Российской Федерации, но у этого есть нюанс, я думаю многие догадались какой, если их не раздушить, они стрелять не будут, то есть в этом видео даже не будет замера скорости по одной простой причине, пулю данная винтовка выпрямить не способна. И вам следует понимать, что если вы не собираетесь винтовку усиливать, у вас нет лицензии, или вы не любите рисковать, то покупать вам, наверное, подобное изделие не стоит. Но с другой стороны, это уникальная возможность заиметь оружие выше 4,5, да еще и с такой мощностью, там если ее раздушить, ну 250-300 метров даже тяжелой пулей, это изделие будет давать, что значительно превосходит там калибр 4,5. Но мне кажется, все-таки оптимально взять и пить 5,5, такая золотая серединка. Давайте посмотрим на оба изделия. Первый у нас такое более классическое, деревянное ложе, но с таким абсолютно адекватным, современным дополнением в виде складного телескопического приклада. Он регулируется не только по длине, но и по высоте, здесь есть винтик, и вы можете это изделие поднять. Как я понимаю, судя по ложменту и по пистолетной рукояти, кстати, она довольно удобная, подойдет как левшам, так и правшам, оно абсолютно симметричное. Основные детали здесь, ну это скорее всего алюминий, не знаю, есть ли здесь сталь, стальный ствол, коробка у нас алюминиевая и стальной резервуар. Приклад пластиковый, также пластиковая и труба приклада. Также еще интересно, что приклад складной, то есть получается достаточно компактное такое изделие. Комплект, кейс и все. Ну и также на самой винтовке вы сразу же обнаружите магазин барабан. С ним небольшой нюанс, для того чтобы извлечь его необходимо оттянуть рычаг назад. И учтите, что давить нужно не в само тело барабана, то есть не вверх, а вот в нижнюю часть, и он без проблем вылазит. Иначе он у вас будет рычажить и закусывать. Так, магазин у нас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять на десять боеприпасов. Это в калибре 5.5. В 6.35 скорее всего будет поменьше, по-моему будет 9 штук. Заправляется абсолютно интуитивно, понятно, думаю даже показывать его не стоит. Это, кстати, стоит отметить магазин. Он обладает несколько оригинальным дизайном и, по-моему, наполовину все-таки выполнен из алюминия. То есть он наполовину металлический, внутренняя вставка пластиковая и специальное колечко резиновое. Интересно, зачем? Ну, надо будет как-нибудь разобраться. Далее, по органам управления у нас имеется предохранитель. Следует, кстати, отметить, что предохранитель срабатывает только когда винтовка взведена. То есть таким образом, там, подергав предохранитель, вы поймете, взведена винтовка у вас или нет. То есть вполне разумное решение. Также здесь справа, я так понимаю, перепускной клапан, он же и регулировка мощности выстрела. По резервуару. Во-первых, датчик находится спереди. Максимальное давление здесь 250 бар. Но, я думаю, держать нужно где-то на двух сотнях. Максимальное давление, да, 200 написано там. Так, по объему. Объем не вижу. В какую не вижу. Надо будет посмотреть. Но, судя по размеру, он не очень большой. И это, наверное, один из таких, ну, если можно так сказать, недостатков. То есть если винтовку раздушить, если здесь 300 кубиков есть, то выстрелит она в раздушном состоянии раз 15. Кто-то скажет, что не очень много. Наверное, да. Но если вы хотите с винтовкой перемещаться, типа там поохотиться, то тут есть другой бонус. Оружие всегда компромисс. Винтовка будет полегче. Так, ну, и последнее, что стоит отметить, это наличие крепежных приспособлений под ласточкин хвост. Никаких штатных здесь не предустановлено. Это довольно важный момент. Так, и по спуску. Очень легенький, очень плавный спуск. Он предсказуем, но тут ступенька так ощущается. Да, вот упирается в ступеньку, и нормальный, отличный спуск. Так, посмотрим второй вариант. Он у нас, как видите, более такой токтикульный. Кстати, на обеих винтовках штуцер заправки снизу находится. Такой более токтикульный. Также мы имеем у нас складной, полностью регулирующийся приклад. И основное отличие, это, как таковой ложмент здесь отсутствует. Сразу на коробку у нас предустановлено цевьё спереди, которое здесь вообще ничего не имеет. И накладка на рукоять, она такая больше похожая, ну, типа, как рукоять САР-платформы, пистолетная, прорезиненная, очень удобная. Ну, и, скорее всего, тактикал-версия будет чуть полегче. Мне почему-то так кажется. Или нет. Или да. Ну, незначительно, но, мне кажется, всё-таки она будет полегче. Также нет прицельных. В общем, это всё абсолютно одно и то же. Так, по недостаткам я уже сказал. Мне кажется, резервуар маловат. Честно скажу. Ну, если будете заниматься стендовой стрельбой, то это следует учитывать. Про PSP. Это самый эффективный вид пневматики на рынке. Ничего лучше, точнее, эффективнее просто нет. Недостатки. Это дороговизна. Помимо самого изделия, вам необходимо будет купить также ещё и насос, либо там компрессор, либо валон. Это тоже стоит свою денежку. Но само изделие, кстати, не такое дорогое. То есть, на фоне короловских винтовок, ну, это выглядит лучше. Не знаю. Конечно, нужно стрелять, нужно смотреть. Разбирать, смотреть нарезы ствола и так далее. Но по ощущениям, очень добротно собрано. Для этого всё-таки нужно посетить магазин, посмотреть и сравнить. Так, и ещё один такой косвенный недостаток. Ну, как недостаток. Здесь нет редуктора. То есть, давление напрямую влияет на скорость. Но незначительно. То есть, если с 200 бар давлению упадёт до 150, вы потеряете где-то метров 10. То есть, это не так критично. Но всё равно важно было вас об этом предупредить. А редуктора нет. Но зато изделие будет более доступно по цене, потому как редукторные винтовки, ой, как кусаются. Там, там, за 80, за 70 тысяч. Это стоит, по-моему, до 40. Могу ошибаться, но ценник примерно такой. В общем, если вы хотите иметь в своём арсенале самый эффективный вид пневматики, плюс, если сравнивать, допустим, дорогую редукторную 4,5 винтовку и простенькую 5,5, она, наверное, будет даже поинтереснее. Не забывайте подписываться, потому что многие почему-то нас смотрят без подписки, не знаю почему, притом смотрят регулярно. Подпишитесь, и всем будет классно. Ранее спасибо. Также не забывайте про наши социальные сети, там сейчас идёт раздача призов, и экономьте с помощью скидочного промокода. Субтитры сделал DimaTorzok